Здравствуйте! Как всегда в это время на Первом Карганинском новости. И давайте вместе узнаем, каким увидели сегодняшний день наши корреспонденты. О страховании жизни в период Мюшель-Жас рассказали в местной страховой компании. На сайте городского акимата обнародованы доходы первого руководителя Караганды Нурлана Аубакирова и его подчиненных. На карганинской арене выступают артисты самого молодого цирка нашей страны. Впервые в Казахстане среди национальных страховых компаний появилась услуга страхования жизни Мюшель-Жас. Именно в эти годы казахи переходят из одного возрастного и социального статуса в следующий. Подводя итоги прошлых лет и с надеждой вглядываясь в будущее. Как застраховать свою жизнь и здоровье узнавал наш корреспондент. Традиционный календарь казахов имеет 12-летний жизненный цикл, называемый Мюшель. В народе говорят, что переход из одного цикла в другой считается опасным периодом. И именно в это время повышается риск заболеть или попасть в неприятную ситуацию. Карганинская страховая компания предлагает застраховать себя или своих детей, которые достигли возраста 13 лет. Страховая сумма 500 тысяч тенге, максимально 3 миллиона. Тариф идет 0,3% от страховой суммы. К примеру, если вы застрахуетесь на 500 тысяч тенге, то страховая премия состоит всего 1500 тенге. То есть недорого им, также этот продукт, он действует на территории Республики Казахстан 24 часа в сутки. Таким образом, самыми сложными и критическими для человека являются следующие возраста – 13, 25, 37, 49 и 61. Из карагандинского региона уже воспользовались данной страховой программой порядка 10 человек. Данная страховая программа действует только на территории Республики Казахстан. Если клиент получил какое-то увечье за пределами Республики, то компания не несет никакой ответственности. Страховая компания производит выплату в случае получения застрахованных травм и при летальном исходе в результате несчастного случая. Договор действует в течение одного года. Лариса Хусынова, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. В Нуринском районе Карагандинской области прошел агросовет, посвященный вопросам развития сельскохозяйственного сектора в экономике региона. Для всех приглашенных была организована обширная выставка. На ней были представлены племенной скот, а также сельскохозяйственная техника. Затем состоялось заседание агросовета, где обсудили актуальные вопросы и проблемы сельского хозяйства региона. Почетным гостем мероприятия стал вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан Ермек Кошербаев. В совещании приняли участие Акимы сельских районов, руководители областных управлений, сельскохозяйственных предприятий, холдинга «Казагра». Очень хорошо подготовились кайнаровцы перед выходом в поле. Очень перспективная техника в Кайнаре. Очень смотрим, результативно развивается животноводство. Поэтому это мероприятие очень результативное для всей Карагандинской области. Поэтому я так думаю, что многим крестьянским, фермерским хозяйствам есть чему поучиться, есть на что посмотреть, чтобы дальше вести свое хозяйство. На базе ТО «Кайнар» одного из передовых диверсифицированных хозяйств, специализирующимся как на выращивании зерновых культур, так и на животноводстве мясного направления. На сегодняшний день поголовье ТО «Кайнар» превышает 1000 голов, в том числе маточного поголовья 725. Это самое крупное поголовье в области. Технический парк предприятия включает свыше 80 тракторов, 50 зерноуборочных комбайнов и другую технику. В текущем году вся посерная площадь 1 миллион 98 тысяч гектаров. Площадь зерновых и зернобобовых составит 700 тысяч гектаров, масличник 16, кормовых 365, картофеля 14 и овощей 3000 гектаров. Для проведения весеннего сева имеется 71 тысячи тонн семян зерновых культур, 28 тысяч тонн семян картофеля. Кроме этого, в семеноводческих хозяйствах имеется для организации 14 тысяч тонн зерновых, 10 тысяч тонн семян картофеля. Вся необходимая для проведения весенних полевых работ техника подготовлена. В области была создана рабочая группа, в состав которой вошли руководители управления сельского хозяйства, земельных отношений, инспекции Министерства сельского хозяйства, руководители областных филиалов Казагра, которая во всех регионах провела выездные семинар-совещания сельхозтоваропроизводителями по разъяснению новых механизмов субсидирования и кредитования агропромышленных комплексов, изменений в земельном и налоговом законодательстве. Также рабочие группы созданы в районах. Данная работа продолжается. Асель Сазымбаева, Александр Царикидзе, Первый Карагандинский. Самые проблемные объекты жилищного строительства, требующие финансирования, посетил первый заместитель Акима области Асулбек Дусибаев. А также он проверил работу нескольких предприятий. С рабочей поездки чиновник посетил города Балхаш и Приозерск. Во время рабочей поездки в городе Приозерск 19 апреля Асулбек Дусибаев посетил проблемные объекты жилищного строительства, требующие финансирования. Жилой дом по улице Весенний-1 нуждается в ремонте. В доме 42 квартиры. На завершение ремонта требуется более 155 миллионов тенге. В жилом доме по улице Достык 29,71 квартира. На ремонт необходимо более 145 миллионов тенге. Как можно с бюджета 200 миллионов тенгена, еще плюс все потратили, еще 200 миллионов. Какой экономик? Лучше он 200 миллионов на дороге бы направил. Полезно это. Больницу он отремонтировал бы лучше. Там бы тысячи семей пользовались. 20 апреля первый заместитель Акима области посетил несколько объектов в городе Балхаш. Асулбек Дусибаев побывал в ИП Абдекаримова. Цех производит питьевую воду и квас. Данный проект реализован в рамках поддержки программы развития моногородов. Следующим объектом стала Балхашская ТЭЦ, ТО «Казахмыс Энерджи». Это промышленное предприятие с законченным циклом производства по выработке тепловой и электрической энергии. Мы видим, что идет разработка проекта по расширению и реконструкции Балхашской ТЭЦ с установкой ТО «К2-270» и турбогенераторов типа К-55. У нас планируется шестой турбогенератор. В этом году мы приступим к строительству фундамента, летит четвертой машины. Туда переносим шестую машину, которая сейчас у нас здесь 25 мг. противодавлялись. А на место шестой машины мы будем ставить вот эту вот, вот эту вот, вот эту донуератор типа К-55. Потребители продукции Балхашской ТЭЦ, предприятия, промполщадки и жилищно-коммунальные хозяйства города Балхаш, КГБ, консультативные центры поликлиники номер один, оказывающие помощь прикрепленному населению. А это более 31 тысячи человек. Аслубик Дюсибаев дал конкретные поручения руководителям предприятий. Лариса Хусынова, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. На сайте городского Акимата обнародованы доходы Акима Нурлана Аубакирова и его подчиненных. Госслужащие выставили на всеобщее обозрение свои декларации о доходах за 2015 год. Согласно документу, наши чиновники имеют по 2-3 квартиры. Правда, владелицами в основном являются безработные супруги. На сайте отмечено, что это делается в рамках реализации антикоррупционной стратегии страны для прозрачности и укрепления общественного доверия государственным служащим. Аким Карагандин Нурлан Аубакиров заработал за прошлый год более 7 миллионов тенге и является владельцем земельного участка в 10 соток. А вот его супруга имеет 3 квартиры. Она не работает. Следующий в списке по величине доходов идет Акима Казыбекбийского района Татьяна Шатохина. Ее доход за прошлый год составил 5,7 миллиона тенге. При этом она счастливая обладательница сразу трех квартир в городе. Это трех, двух и однокомнатной. Из документа следует, что одна из них досталась чиновнице по наследству. Тройку лидеров завершает Аким Октябрьского района Ержан Тимирханов. Он заработал около 5 миллионов тенге. Правда, в графе «Собственность» у молодого Акима стоит прочерк. Эстафету безбедного существования перенимают заместители Акима города Тайхан Калмаханов, Арман Аджумякенов, Ирина Любарская и Риза Мукеева. Их зарплаты колеблются около 3 миллионов тенге. При этом Мукеева является хозяйкой лишь небольшого гаража в Балхаше. Также интересно, что руководитель отдела строительства Жаксылык Шалабеков заработал в прошлом году чуть больше 2 миллионов тенге. Земельный участок в Караганде на 30 соток и двухкомнатная квартира в Астане также оформлены на супругу, которая в семью доход не приносит. А вот руководитель отдела сельского хозяйства Ирсалы Сартбаев заработал более 3 миллионов тенге. Доход его жены составил чуть больше 336 тысяч тенге. Однако она обладательница трех- и четырехкомнатных квартир. Примечательно, что в опубликованном документе есть информация о всех чиновниках города. Отрадно, что, афишируя свои доходы, они, вероятно, хотят прозрачности в своей работе. Давайте отвлечемся на рекламу, она будет короткой. Не отходите далеко от телевизоров. В Карагане состоялся брифинг с участием руководителя Департамента Министерства по делам Государственной службы Республики Казахстан по Караганинской области Жандоса Сарсенова. Темой брифинга стало принятие нового закона о государственной службе. О том, какие изменения и инновации были введены в закон, расскажет наш корреспондент. По указанию главы государства Нурсултана Назарбаева с 1 января 2017 года в силу вступит новый закон о государственной службе. Данным законодательством регламентированы новые подходы, направленные на формирование профессионального государственного аппарата. Теперь карьера административного государственного служащего будет строиться с учетом его компетенций и накоплений. Базовые нормы закона будут распространены и на правоохранительные органы. Также через открытый конкурс и по решению Национальной комиссии по кадровой политике на контрактной основе на государственную службу могут привлекаться граждане из числа управленцев, негосударственного сектора и зарубежные менеджеры. Теперь, согласно новым правилам, конкурсный отбор состоит из двух видов. Это общий конкурс для всех граждан и внутренний конкурс среди государственных служб. На сегодняшний день в области проведено 47 конкурсов на занятия 99 государственных должностей. Процент заполняемости вакантных должностей составил 48%. Согласно новым требованиям, срок пребывания на государственные службы пенсионеров может быть продлен при условии взаимного согласия сторон всего на один год. Законодательно закреплено обязательное повышение квалификации государственных служащих не реже одного раза в три года с целью развития их компетенции. Следует отметить, что если до этого времени конкурс проводился в два этапа, то теперь он включает в себя три этапа. К претендентам на государственную службу установлены определенные требования. То они должны будут начинать свою профессиональную деятельность только лишь с низовых должностей. Таким образом, на первом этапе кандидаты они сдают тестирование на знания законодательства. После как они получат сертификат о прохождении, они идут на второй этап, когда кандидаты уже проходят оценку личных качеств. Данный тест составлен по специальной психодиагностической методике, по итогам которой выдаются заключения. В заключении оцениваются такие качества кандидатов, как инициативность, коммуникативность, аналитичность, организованность, этичность, ориентация на качество, ориентация на потребителя, нетерпимость коррупции претендентов. А для тех, кто претендует на руководящие должности, то дополнительные такие критерии, как стратегическое мышление и лидерство. Госслужащие должны соблюдать этические нормы. За их соблюдением следит Совет по этике. Глава государства в своей статье «План нации. Путь казахстанской мечте» отметил, что законодательно будет закреплена новая система оплаты труда госслужащего по его компетенции и результатам деятельности, в зависимости от характера, объема и результатов выполняемой им работы. За наиболее результативную деятельность будет предусмотрена выплата бонусов. Екатерина Афанасьева, Олжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Еще одно заказное убийство предотвратили сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью. Заказчиком расправы на этот раз оказался 19-летний юноша. Он заплатил киллеру 250 тысяч тенге, чтобы тот убил его знакомого. Жертвой киллерского заказа стал 18-летний молодой человек. Об этом стало известно полицейским. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был зафиксирован разговор с подозреваемым. А вскоре заказчик и исполнитель встретились. Отдав деньги, парень выдвинул условия, чтобы в качестве доказательства киллер предоставил ему сотовый телефон убитого с фотографиями трупа. Роль киллера сыграл оперативник. 19 апреля около одного из торговых домов Караганды инициатора преступления задержали с поличным при получении телефона с фотографиями якобы убитого. 19 апреля текущего года возле одного из торговых домов города Караганды при перелаче телефона с фотографиями заказчика убийства был задержан. В отношении него проводится досудебное расследование по статье 99 часть 2 уголовного кодекса Республики Казахстан подозреваемого двором изолятор временного содержания. Цирк приводит в восторг не только детей, но и взрослых. Особенно если это интересный и веселый цирк. Именно таким и предстал перед карагандинским зрителем цирк из Южно-Казахстанской области. Наша съемочная группа не упустила возможности насладиться их выступлением. В Карагандинском цирке выступают гости из Шимкента. Труппа из 59 человек проделала приличный путь, приехав из Южного Казахстана в Центральный. Свой приезд артисты приурочили к 25-летию независимости Республики Казахстан. Два дня на арене нашего цирка гости удивляли карагандинцев. В этом году нашему цирку исполняется 5 лет, а независимости страны 25. Мы рады, что смогли приехать в ваш город. Карагандинцы оказались очень гостеприимны. Мы с удовольствием показываем представление такому благодарному зрителю. В программе циркачей жонглирование, дрессированные собаки, гимнастика и акробатические номера. С них и началось представление. Абулайхан Кабаев ходит по тонкому канату, так же уверенно, как по земле. Мужчина уже 6 лет занимается акробатическими трюками. А в цирке выступает последние два года. В группе с Абулайханом выступают еще два парня и одна девушка. Все они отдаются своему делу на 100%. Мне нравится ходить по канату без всякой опоры. Я пошел по стопам своего отца, это он меня всему научил. С удовольствием сегодня с моими коллегами радуем карагандинцев. Для нас ваши аплодисменты – это лучшая награда. Артисты цирка из Южно-Казахстанской области приехали в Караганду во второй раз. И гости артисты, и местные зрители остались довольны веселым шоу. Екатерина Афанасьева, Жексулы Кнуртай, Александр Церекидзе. Первый карагандинский. Дифтерия, столбняк, бешенство, корь – эти и другие инфекционные заболевания могут стать причиной инвалидности и даже смерти. Для профилактики от этих заболеваний необходимо сделать прививку. В Караганейской области проходит неделя иммунизации. Для чего нужна эта процедура, рассказали сотрудники управления здравоохранения. В период с 24 по 30 апреля сотрудники здравоохранения проведут работу с населением и разъяснят, для чего и от каких болезней необходима прививка. К сожалению, в мире существует ряд инфекций, с которыми человеческий организм вряд ли справился бы без специальной вакцины. Для получения прививки можно обратиться в поликлинику по месту жительства. Хотелось бы напомнить, что взрослое население у нас с 16 лет начиная и в последующем каждые 10 лет, то есть 26, 36, 46 и 56 лет, должно получать бустерную дозу, то есть прививку АДСМ. Эта прививка предназначена для профилактики дифтерии и столбняка. Областная ревизионная комиссия выявила нарушения среди 54 организаций образования и здравоохранения на сумму более 12 миллиардов тенге. Преимущественно нарушения касаются налогово-финансовых отчетностей. Также зафиксированы ошибки в оформлении заявок на государственные закупки. Львийная доля приходится на медицинские организации. Как работать над ошибками и кого за них накажут, узнавала Аим Амрина. Ревизионная комиссия провела заседание по итогам работы общественных советов. На заседании говорили об ошибках и нарушениях, из-за которых областной бюджет потерял около 12 миллиардов тенге. Происпользование бюджетных средств реактивных государств 98% 50%, по воскресеньям бюджет 0,1%, и нарушения 1,5%. Доля военных нарушений в оближении средств обхватили на форуме, где он состоялся более 25%. Лидируют в списках нарушителей государственные учреждения городов Тимиртау, Сарань, Сатпаев, Ишетский, Бухаджиралский, Нуринский, Осакаровский и Жанна Аркинский районы. Там зафиксированы растраты и нерациональное использование бюджетных средств. В сфере образования установлено, что показатели прямого результата бюджетных программ не соответствуют фактическим мероприятиям, но коронавируемые на их реализацию. В сфере здравоохранения не выполнены показатели в сфере улучшения дистанционного обслуживания сараньем, в том числе показатели удержания распространения ВИЧ-инфекции. Также были названы недобропорядочные застройщики, которые получили заказ по государственной программе Нурложол, заместитель председателя партии Кадиша Успанова рассказала о судебных тяжбах с застройщиком трех многоэтажных домов в микрорайоне Шахтерский. Все эти ошибки на постоянном контроле комиссии. По итогам этих совместных заседаний будут рекомендации. Данные рекомендации по устранению тех или иных нарушений мы будем отправлять уже непосредственно на бюро полицовета и выполномоченные органы для принятия решений. Нюансов в работе много, заметила Кадиша Базарбаевна. Так же, как и ошибок из-за неправильно оформленных бумаг. Но в случае не устранения нарушений в срок, комиссия будет вынуждена обратиться к Акиму области, Нурмухамбету Абдебекову. Аймамрина Жаксалак Нуртай, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова